Дачный дом от телеканала «Губерния» нашел своего хозяина. Им стала хабаровчанка Татьяна Белоус. Новый дом по канадской технологии построят на участке в селе Ильинка. Воплотит проект в жизнь компания «Альтернастрой». Долгожданный сертификат победителей вручила наш корреспондент Татьяна Репина. Мы находимся в студии телеканала «Губерния». Прямо сейчас ведущие случайным образом выберут счастливого обладателя дачи. Это уже 14-й дом от телеканала «Губерния». Ежегодно в конкурсе принимают участие тысячи телезрителей. В этом году заявки подали 3,5 тысячи человек. 66, 80. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Поздравляем. Поздравляем. Спасибо большое. Поздравляем. Желаю вам только счастья и здоровья в этом новом доме, чтобы все семьи собирались. Поздравляем. Ой, спасибо большое. Я так рада, вы не представляете, как я давно мечтала о доме. О таком подарке Татьяна Белоус только могла мечтать. Несколько лет она смотрит телеканал «Губерния» и участвует в розыгрышах. После многочисленных попыток женщине наконец повезло. Пока в победу пенсионерки никто из домашних не верит. Все ждут сертификат. Муж на меня смотрит. Я говорю, это я. Он опять сможет. И тут звонок, телефон. Я побежала брать телефон. Я говорю, вот уже звонят мне. Все это я действительно выиграла. Начала звонить своей семье, делиться радостью. Но дочка сказала, не может быть, неправда. Никто мне даже не поверил. Потому что я очень долго мечтала что-то выиграть. Всегда пыталась выиграть баню, теплицу, баню. А выиграла в итоге дом. Я очень счастлива. Спасибо большое. Для победителя архитекторы приготовили проект в современном стиле по канадской технологии. Построят новый дом с нуля «Альтернастрой». Компания уже больше 10 лет сотрудничает с медиахолдингом «Губерния». Каждый раз строители предлагают новый оригинальный проект. Очередная дача будет с двумя комнатами, санузлом и просторной верандой. Общая площадь постройки 56 квадратных метров. Жить в доме можно и зимой. А прослужит он не менее 50 лет. Татьяна Репина, Константин Пестерев, Вячеслав Бончужный. Телеканал «Губерния».